Не для камер. Скандал в Буковиле получил неожиданный финал. Грубо нахамивший боевому медику в Буковиле мужчина, после громкого скандала из-за своей вопиющей выходки под шофе, на видео принес извинения. Мужик в халате очевидно учел широкий резонанс и шквал гневных комментариев украинцев, сделал выводы и пошел на попятную. Как завершилась эта скандальная история, читайте в материале ниже. Идентифицированный как бизнесмен из Черкасс Александр Фатула, во время беседы с боевым медиком, которого несколько часов назад, попивая пиво, послал в Бахмут, обзывал лошарой, побратимом украинского защитника и полицейскими, заявил о раскаянии. Во время беседы мужчин жена мужика в халате, как окрестили грубияна пользователя сети, психолог и женский тренер Юлия Фатула, пыталась вмешиваться в общение со своими ремарками, однако ее попросили не перебивать. И пани вышла на балкон, дав возможность супругу, произнести свой спич с извинениями. Стоит отметить, что предприниматель, сменивший халат на спортивную одежду, не сразу изменил свой тон, и принялся было полуагрессивно оправдываться. Мол хотел сразу принести извинения, однако вспыхнувший скандал этому якобы помешал, и вообще конфликт зашел очень далеко, последовало обращение в полицию. Когда пана Александра, попросили извиниться за свое грубиянство искренне, а не для камер, мужчина с рукой у сердца заявил, что не хотел никого обидеть, а тем более украинских защитников. Я извиняюсь перед вами и перед ВСУ, за то, что я сказал об Ахмуте. Александр, извини за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть, тем более военных, рассказал он. Посмотрите сами, как все это выглядело. Видео, нахамивший боевому медику в Буковеле мужчина, принес извинения за поведение. В свою очередь, украинский защитник сказал, что прощает пана Александра. Ему с супругой пожелали благополучия, а также изучать родной язык. В итоге мужчины пожали друг другу руки, затем их вместе запечатлела на фото жена, бизнесмена пани Юлия. Она выложила снимок в сторис в инстаграм, подписав кадр, что обе стороны уже разрешили конфликтную ситуацию. Кстати, эта ее публикация, появилась после шквала постов в сети, в которых женщина обвиняла боевого медика, на которого напал ее муж, во всевозможных провокациях, в том числе аргументируя языковой составляющей. Добавим, ранее мы подробно рассказывали, что известно о супругах грубиянах, отдыхающих в Буковеле, где проходил реабилитацию боевой медик, и что именно рассказывала инстаграмный психолог пани Юлия, о данном инциденте.